ЗАЭС почти целый день была на грани блюкаута. В Энергоатоме рассказали, что произошло. Временно оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блюкаута в воскресенье, 26 ноября. В это время станция получала наружное питание от единственной доступной резервной линии электропередачи, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Энергоатом, 26 ноября в 10 часов 30 минут в результате короткого замыкания примерно на 100 километров севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя, четвертая, линия ее связи с энергосистемой Украины ПЛ-750 Кавы ЗАЭС, Днепровская. Три других линии были повреждены ранее во время рашистских обстрелов, говорится в сообщении, как сообщила Магаты, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 киловольт обесточивания энергоблока, кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока номер 4 секунды автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут исключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки, поврежденную линию 750 Кавы украинские специалисты отремонтировали в 20.52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блюкаута при обесточивании резервной линии 330 киловольт обесточивания ЗАЭС. Напомним, находясь под российской оккупацией, Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции прошли уже семь полных блюкаутов, и один частичный. Например, 14 ноября на станции произошел частичный блюкаут, обесточен энергоблок номер 6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.